Доброе утро! На канале ОТС новости. В студии работает Екатерина Широких. В этом выпуске вы узнаете о том, какой уровень инфляции в регионе, почему зашумный ремонт в квартире могут и оштрафовать, и почему птенец к коду из новосибирского зоопарка остался сиротой. Подробности далее. Новосибирская область Новосибирская область Новосибирская область Новосибирская область представила первые результаты В два раза повысила доступность терапевтической помощи Успеть, пока нет дождей Девиз работы аграриев в эту уборочную компанию В хозяйстве Приозерное Новосибирская область 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 Контракт на поставку ячменя аграрии заключили еще весной. Сельским товаропроизводителям это дает уверенность и финансовую стабильность. Заранее просчитывать свою экономику, зная цену реализации, скажем так. И уже с самого начала нужно ее посчитать, рассчитать свои силы и заключить контракт. Но в свободном рынке тут понятно, у нас все что угодно может случиться. И взлеты, и падения. Можно выгадать, можно прогадать. Мы перед кампаниями уже способны выполнять свои обязательства. Всего же с полей приозерца уже вывезли больше 80 тысяч центнеров ячменя. Дмитрий Белькевич, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. В Новосибирском зоопарке пополнение у пары лимонно-хохлых кокоду появился малыш. Правда, при живых родителях он остался сиротой. На фото сам птенец. Пара вывела его накануне осеннего похолодания. Экзотического пернатого пришлось экстренно переводить из уличного вольера в теплый. Одного, без родителей. Их срок переезда еще не подошел. Теперь сотрудники зоопарка ухаживают за птичкой. Выкармливают, но к рукам не приручают. Чтобы кокоду вырос самостоятельным, воссоединился с семьей и стал полноценным участником программы сохранения вида. Конструкция не выдержала веса. В правительстве региона озвучили возможные причины обрушения моста через реку Карасук. Напомню, переправа рухнула на прошлой неделе в Чулымском районе. Пострадавших нет, но больше двух десятков человек оказались отрезаны от ближайшего населенного пункта. По данным Министерства транспорта региона, причиной обрушения моста мог стать проезд большегрузного автомобиля. Также эксперты рассматривают вариант крена третьей опоры. Напомню, по данному факту, Следственный комитет Новосибирской области проводит проверку. Дополнительные средства для борьбы с сахарным диабетом получит Новосибирская область из федерального бюджета. Деньги направят на оснащение медорганизаций в сельской местности, оборудование для выявления и контроля заболевания. Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении комиссии Федерального собрания о перераспределении средств бюджета. Регион получит больше 37 миллионов рублей в этом году. Часть средств направят на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей. В креативном центре «Башня на Маркса» открыли благотворительную выставку. Часть собранных денег отправит в фонд помощи животным. Подробности в сюжете Татьяны Кияевой. Книги, игрушки, постеры с изображением животных. Анастасия пришла на выставку вместе с мамой. Девушка решила поддержать проект, поэтому купит несколько товаров на память. Календарь, наверное, купим. Нам нужен календарь, как раз мы подумали. Может, что-то еще. Очень красивые карты, открытки нарисованные. Возможно, что-то из значков. Усатые и хвостатые. На этажах башни висят картины и фотографии собак, кошек, кроликов, коров. Рядом с каждой работой QR-код, пройдя по которому, можно открыть страницу автора, чтобы написать ему и узнать стоимость произведения. Часть денег с продажи уйдет в благотворительный фонд. По образованию я ветеринарный врач. Я до сих пор преподаю в аграрном университете. И, в общем-то, это часть моей жизни, огромная часть моей жизни, любовь к животным, которая на данный момент вылилась в такой проект. Розыгрыш призов, лекции от зоопсихологов по воспитанию собак, мастер-классы по рисованию животных. Выставку постарались наполнить интерактивами, чтобы посетители захотели прийти сюда в следующий раз и не одни, а вместе с друзьями. Это акция регулярная, по-моему, она либо третья, либо четвертая по счету, если не ошибаюсь. И в дальнейшем цикл мы будем развивать, искать новые места для проведения. Поддержка всегда ощутима. Люди приходят и оставляют пожертвования, покупают различные товары, которые мы предлагаем для них. И присоединяются в качестве волонтеров. Это имеет большой отклик на самом деле. Благотворительная выставка «Любовь к животным» обязательно продлится до начала ноября. Подробная информация есть в официальной группе проекта во Вконтакте. Татьяна Кияева, Константин Менин, Новости ОТС. Учеников инженерных классов региона будут учить управлению беспилотными летательными аппаратами. В области определили шесть профильных учреждений. Новый предмет появится в лицеях номер 176, 22, аэрокосмическом, инженерном при НГТУ, а также во второй гимназии, центре образования «Надежда Сибири» и техническом лицее Карасукского района. Ученики среднего и старшего звена будут осваивать технику управления дронами, их программирование и сборку. По словам экспертов, учить кадры со школьной скамьи необходимо из-за бурного развития рынка беспилотной авиации. Системы сейчас используют в разных сферах. Наиболее активно в сельском хозяйстве, геодезии, энергетике и ЖКХ. Уникальные монеты из золота и серебра, посвященные музыке и танцу, можно увидеть на фотовыставке в ГПНТБ. Стенды с изображениями памятных монет расскажут, какой инструмент привез Петр Чайковский для балета «Щелкунчик», как появилась знаменитая мелодия из мультика «Ну погоди», и почему бурятские танцоры движутся строго по кругу. Каждый экспонат можно детально рассмотреть, прочитать историю, узнать год выпуска монеты, материал, имена художников и скульпторов, разработавших ее. Выставка расположена не только в библиотеке, а также на городских стендах в Новосибирском академгородке, на площади возле памятника Коптюгу. Процесс изготовления любой памятной монеты, он очень кропотливый, он очень длительный по времени. Здесь работает над созданием одной монеты целый штат сотрудников, и художники, и скульпторы, и техники. То есть огромное количество людей задействовано в процессе создания одной монеты. Рабочие завершают устройство теплового контура на объектах в первой очереди нового кампуса Новосибирского госуниверситета. Испытания индивидуальных пунктов проведут до конца недели, а окончательно тепло запустят уже в середине ноября. Благодаря этому в зимний период строители смогут продолжать работы по внутренней отделке помещений. Также в течение месяца на объектах планируют завершить прокладку ливневой канализации. Напомню, строительство кампуса ведут в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В первую очередь включает в себя новый учебный корпус, досуговый центр физмошколы НГУ, а также два новых корпуса студенческих общежитий почти на семь сотен мест. Готовность этих объектов более 50%. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал будущего года. Кроме того, идут подготовительные работы на площадках объектов второй очереди кампуса для возведения научно-исследовательского центра и устройства вертикальных конструкций подземного этажа учебного отделения Института медицины и психологии. Светлые головы. В Новосибирской области в этом году 114 стобальников по ЕГЭ. В 2022-м для сравнения не было и сотни. Уровень знаний у выпускников школ вырос, говорят в Министерстве образования. Эксперты отмечают, в этом году шестеро школьников набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Также увеличилось число ребят, выбравших для сдачи математику, информатику, биологию, историю и общество знания. Направления приоритетные для экономики нашего региона, поэтому в правительстве области поставили задачу усилить подготовку детей по данным дисциплинам. В целом, организацию государственной итоговой аттестации в НСО высоко оценили на федеральном уровне. Сравнительный анализ оценки организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ демонстрирует, что наш регион получает довольно высокие баллы. Так, в 2022 году мы набрали 300 баллов из 300 возможных, что позволило занять первое место в общероссийском рейтинге. Подведение итогов ГИА 2023 года на федеральном уровне еще находится в стадии обработки, но первая поступающая информация позволяет нам надеяться, что и в этом году Новосибирская область войдет в первую десятку с точки зрения качества организационно-технологического обеспечения этой процедуры. На 5 рублей больше в новосибирских маршрутках повысили стоимость проезда. Теперь за поездку в маршрутных такси номер 38 и 8 придется платить 45 рублей, а на транспорте под номером 65 все 50. По общедоступной информации, решения об изменении цен приняли из-за дорогостоящих топлива и автозапчастей. Отмечу протяженность маршрута номер 38, который следует от Ясного берега до железнодорожного вокзала всего 5 километров. Врачебный прием на расстоянии. В Новосибирской области в пилотном режиме работает платформа «Персональный медицинский помощник». Работу системы на себе протестировал Станислав Блинов. Для Ольги Васильевны визит к врачу контрольный. Уже несколько месяцев за давлением женщины следит тонометр, который выдали в поликлинике. Сначала как бы без энтузиазма. Уезжала на дачу, с собой не взяла, значит, тонометр. И прямо по дороге с дачи мне звонят. Вы знаете, вы три раза не измеряли давление. Мне очень спокойно. Все рассказали, как правильно это сделать. Тонометры в поликлинике выдают бесплатно, но на время. Срок участия в программе до трех лет. Российский прибор практически ничем не отличается от обычного бытового тонометра. За одним исключением внутри вмонтирован GSM-модуль, который за считанные секунды передает все данные в информационную систему. Платформа «Персональный медицинский помощник» в Новосибирской области стартовала в начале этого года. Удобно не только пациентам, но и врачам. Медики могут оперативно скорректировать курс лечения. Программа позволяет мне сделать автоматическое графическое отображение показателей. Я могу в динамике увидеть, начиная с любого дня. Также потом могу развернуть и посмотреть, в какой день было колебание по давлению. Кроме тонометра, по показаниям врача, выдают и глюкометр. Для работы с ним потребуется мобильное приложение. А измерить уровень сахара в крови можно самостоятельно. Для этого времени сахар нормально, потому что все хорошо. В тестовом режиме к платформе подключили только первую и 16-ю поликлиники. Новосибирская область стала одним из шести российских регионов, где проект начал работу. Безусловно, должна быть готовность и инфраструктурная, и организационная. Отрабатываются новые рекламенты и порядки, которые в действующем законодательстве пока не предусмотрены. В этом году в проекте участвуют почти полторы тысячи пациентов. В следующем присоединятся еще две с половиной тысячи. По мнению специалистов, платформа очень перспективная. Запланировано включение и дополнительных нозологий, и дополнительных приборов. То есть развитие будет и вширь по территории, и по количеству подключаемых приборов, и видов приборов. Например, российские на сегодняшний день есть электрокардиографы. Первые итоги работы нового цифрового сервиса подведут в конце этого года. Станислав Блинов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Снять видео о своем регионе. Школьников Новосибирской области приглашают к участию в конкурсе «Смотри, это Россия». Его проводят по инициативе Республики Саха, Якутия при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Регистрация уже стартовала. Заявки принимают до 19 ноября этого года. Главная тема конкурса «Моя родина, моя история». Участники должны снять ролик о родном регионе, о событиях, людях и их достижениях. Победители определят голосованием на сайте проекта. Их авторы получат в качестве призов смартфоны. К этой минуте у меня все. Следите за нашими новостями также на YouTube-канале ОТС-Лайв. В студии работала Екатерина Широких. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин